На торжественную церемонию в станицу Бринковскую приехали генеральный прокурор России Юрий Чайко, вице-премьер страны Алексей Гордеев, первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов, зам генпрокурора страны Андрей Кикоть, а также прокурор Краснодарского края Сергей Табельский и глава Кубани Внямин Кондратьев. По словам генпрокурора, казачий кадетский корпус, который носит имя деда Юрия Чайки, сочетает в себе высокотехнологичность и приверженность традициям. Обучение в казачьем кадетском корпусе будет в равной степени способствовать духовно-нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию их в духе славных традиций кубанского казачьего войска. Развитие казачьего образования является продолжением великого дела, за которое мой дед отдал жизнь. В современной России казаки стали реальной силой, способной решать вопросы государственного и местного значения в интересах Родины. Сделано все, чтобы вы, дорогие кадеты, имели возможность в полной мере посвятить себя образовательному процессу, а преподавательский состав – воспитанию достойных сынов нашего Отечества, настоящих патриотов нашей Родины. Это только начало нашей большой работы. Фонд и дальше продолжит свою деятельность. И в этом году уже будет выделено порядка 30 миллионов рублей уже на развитие самой станицы Бриньковской. После реконструкции общая площадь казачьего кадетского корпуса выросла с полутора до семи тысяч квадратных метров. В результате более чем вдвое увеличилось количество учебных мест. 125 воспитанников будут заниматься в современных классах, которые оборудованы по последнему слову техники. В здании появились универсальные спортивные залы, медицинский блок и просторная жилая зона. Как отметил Вениамин Кондратьев, открытие нового корпуса поспособствует становлению казачества на Кубани. Этап восстановления казачества благодаря президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и становления казачества совершились. Следующий самый главный и важный этап это развитие казачества, развитие казачьей экономики. Вот это сегодня стратегическая задача, а для этого нужны кадры высокообразованные, те кто сможет на самом деле создать казачью экономику. Мы, друзья, верим в вас, в вас, молодые мальчишки, кадеты, что за вами будущее и Кубань будет в надежных руках. Казачья культура тесно связана с развитием духовности. Генеральный прокурор страны и глава Кубани приняли участие в церемонии передачи частицы мощей святого преподобного Серафима Саровского. Они будут храниться в храме великомученика Георгия Победоносца. А после участники церемонии возложили цветы к памятнику казакам и мемориалу павшим воинам.